Макдональдс Задолго до пришедших сюда Ваших гениальных менеджеров И вообще, если бы не эти гениальные менеджеры У нас совершенно точно и медицина была бы другая Да, если бы не эти там Как это слово сказать Аналог фипсикола Открываем варенье Если у вас нет Воронки Или еще какого-то приспособления Вот так завязываем Ножницы Отрезаем кусочек И все содержимое Ой Все завалилось Получилась хуйня Как это слово сказать? Хуйня Хуйня У нас была компания Рено Она была французской компанией Потом стала российская А сейчас опять французская Короче, как вы знаете, от нас ушла компания Рено Французская, которая выпускала автомобиль Компания-то ушла Ушла со своим управлением Со своим опытом Со своими запчастями Со своими технологиями Со своими линейками Дизайнером и все остальное Но производственные мощности остались Да, на Автовазе и в Москве Да, завода остались Заводы остались И вот стало известно Что завод Сегодня Сегодня, да Что завод в Москве Они долго грозились Эти наши депутатики И правители И правители, да, да, да И все-таки передали заводы Госсобственность А завод в Москве переходит Собственность Московского правительства Что с ним неоднократно было Что в конце концов и привело Завод на первом его этапе На втором там Закономерного финала Был в свое время Прости, господи, забирай Аббревиатур АЗЛК А, да Сейчас все вспомнят Советское прошлое Сейчас Витя покажет Вот это 408-й, кажется Да Это 408-й Они ездили Вы их помните И в Саратове И в Грузе Вот это, по-моему, 412-й Я уже точно не помню Покажи, ведь еще там Ну, вспоминайте, вспоминайте Пломбиры, лимонады Вспоминайте Олеко, да, Дмитрий Борисович? Да Это последние модели Это Олеко Москвич Вот Я не знаю Я не самый автомобилист Вот У меня у зятя У с сестры Олеко Сильно у него жалов Машина большая, тяжелая Бежок маломощный Витя, покажи Там еще есть последний Самый распоследний Да, вот этот Это Юрий Долгорукий Самый распоследний Это вот вопрос Если быть честным До конца Сергей Семенович Собянин Мы знаем Как абсолютно честного человека За исключением Разных игр с плиткой Вот На улице К Москве То он должен вернуться К москвичу А он и сказал Понимаешь? Он и сказал Мы опять Мы возродим Выпуск автомобиля Москвича Я думал Что это новости Панорамы Так И с самого На деле И было Три месяца назад Панорам Такую новость Упускал Да Потом Это написали Уже агентства Новостные Нет Это оказалось Не новости Панорамы Понимаешь В чем дело Учитывая Страну Сферы параллельного Импорта Да Мы можем Конечно Сбоку Сейчас наклейки Легко Мога Наклеить Москвич Через Огон И будем Говорить А вот он Наш советский Москвич Российский Когда у нас В нынешней жизни Нельзя взрыв называть Ничем Кроме как Хлопком А когда все утонули Это называется Подтопление То было бы очень странно Если бы вдруг Мы вышли И было сказано Что вы знаете Сегодня подписано Соглашение О полном Уничтожении Завода Рено Будет сброшено Несколько бомб И потом Будет произведена Зачистка Напалмом На этом месте Больше ничего Расти не будет Это другой вариант Вы знаете Мы решили Подписать соглашение С группой Рено О том что мы Сдадим металл Абсолютно Все оборудование А здесь построим Элитное жилье Вот таким же Подтекстом Нам заявили Что будет Во-первых Производство Автомобилей И передано В управление Правительству Москвы А правительство Мэра Уже Почему-то Необоснованно Заявило Ура Мы здесь Возродим Москвича Суть этих Заявлений В одном Ничего не будет Никакого Производства Автомобилей На этом месте Больше никто Выпускать Не будет А уж тем более Про москвич Мы конечно Про москвич Радостно Поскольку у нас Последнее время Приручают К убожеству И 855 Постановление Правительства О том Что мы Возвращаемся В евро ноль То есть Стандарты 60-х годов Прошлого века Нас уже Подталкивают К мысли о том Что нам полагается Все самое плохое Все самое неполноценное И возрождение Завода Москвич Для нас Как-то уже Подозначает Что ура 412 К нам Вернется А может Ты выглядишь Опель 401 47-го года И мы Наконец-то Заживем Даже этого Не будет Единственное Что можно будет В место завода Рено Выпускать Это Одноразовые Мангалы Из такой Простенькой Жести С дырочками А никакого Реальности Там нет Это Цех По финальной Сборке Там нет Штамповки Туда привозят Комплектующие Со всего земного Шара Двигатели Коробки Жестянку Салоны Колеса Сидения Все это вместе Сваривается Да Действительно Сваривается Красится Действительно Красится Собирается Действительно Собирается И вот сейчас Когда от нас Рено ушел Рено Наконец-то Избал Такого тяжелого Партнера Как Россия Потому что мы Постоянно Выкручивали им руки Во-первых Не будем забывать Рено к нам Пришел Не по доброй воле Он пришел В качестве довеска К покупке Двух вертолетоносцев Мистраль Во времена Министра Обороны Сердюкова Сделка Развалилась Но Рено Остался Мы ему В качестве Обременения Выдали Автоваз И сказали На Сделай что-нибудь После чего Начали Измываться Над ними Постановлениям Промсборки Выкручивать руки Но так или иначе Французы были молодцы В конце концов Вот сейчас У них появился Формальный повод Сказать Русские Спасибо Больше мы к вам Не ногой И спокойно От нас уйти Мы в руки Получаем Отличную Фирменную Французскую Коробочку Переклеиваем На нее Логотип И говорим А вот теперь Смотрите Мы будем Выпускать Из чего Мы будем Выпускать У нас Развалилась Автомобильная Промышленность У нас нету Тех самых Производств Почему у нас Автоваз Встал Да потому что От нас ушли Бош От нас Ушла Электроника От нас ушли Французы Те же самые У нас нету Двигателей Коробок Управляющей Электроники АБС ЕСП У нас поэтому Автоваз Встал А вдруг Посредине Вот этого Всего Появляется Собянин И говорит А вот у нас Теперь будет Здесь производство У нас здесь Будет Москвич Производства Не будет Никакого Москвича Нет И не будет Никакого Взять его Ниоткуда И Его даже Изобрести Не получится Если вдруг Ну тот же самый Собянин У него там Некоторое количество Триллионов рублей В бюджете Города есть И он заявляет Знаете Мы справимся Во-первых У нас все-таки Есть крыша Во всех смыслах Во-вторых Финансы Мы сейчас Закажем Кому-нибудь Вот для того Чтобы получить Новую модель С производством Нужно От 1 миллиарда Долларов На сегодняшний день Понятно Что инвестиционная Привлекательность России Растет Смемильными Шагами И количество Инвесторов Просто Выстраивается В очередь Они готовы Прийти И сказать Конечно Мы мечтаем Возродить Ваш Москвич Скажите Куда Принести Деньги И мы вам Построим Завод Двигателей Завод Коробок Будем Стамповать Вам кузова И в конце Котов Мы вам Просто Эту машину Создадим Ее нужно Сконструировать Нужно Провести Полный Цикл Испытаний Нужно Сделать Изделия На это Обычно Уходят От 3 до 5 лет И Будет У вас Завод Вот этот Срок 3-5 лет Когда нет Никакой Машины Он как раз Отголоском Фигурирует В подписанном Соглашении Там ведь Опцион на 6 лет С тем чтобы 6 лет Дать до раздумья Рено Вдруг они Вернутся Не вернутся Вдруг мы там Что-нибудь Организуем Не организуем Но у нас же есть Китай Мы же всегда можем сказать Китайцы Вам же очень нужно Имея логистический коридор В 6000 километров Из Китая Привезти 100% Всех комплектующих И сделать нам Москвич Это же очень выгодно Мы же шикарные партнеры Нет Китайцы Хуавей до сих пор Помнят Что такое Против ветра Или против Америки А Америка предупредила С русскими Дело иметь не надо Одна Телекоммуникационная Уже Потихонечку Компании китайские Уходят С российского рынка У нас на сегодняшний день Есть несколько Китайских Автомобильных Производств А что такое Почему они стоят Не потому ли Что с русскими Теперь страшно Имеет дело И тут мы появляемся Заказчики И мы говорим Мы москвич возрождаем Вы пожалуйста Нам придумайте машину Оборудуйте завод И привезите 100% В комплектующих Из которых Она у нас получится Мы же вам заплатим Мы же Инвесторы В данном случае У нас же деньги есть До свидания Справимся Разберемся Уж как-нибудь Жарить котлеты На Руси умели Давным-давно Задолго до пришедшихся сюда Ваших гениальных менеджеров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok